Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Опыт оспаривания кадастровой стоимости может пригодиться владельцам крупных торговых и офисных центров, а также жилых помещений, используемых в коммерческих целях. Со следующего года им придется платить налог на недвижимость, исходя именно из кадастровой оценки объекта, если его площадь более 2000 квадратных метров. Некоторые представители сферы опасаются, что эта цена может оказаться несправедливо высокой, что приведет к значительному росту налоговых платежей. Программа Экономика. Второй вариант предполагает частично отмену экономических санкций с 2016 года и развитие экономики области более быстрыми темпами. В качестве основного рассматривается первый вариант, сообщили в Министерстве экономического развития. Документ размещен на сайте правительства. До 27 ноября он проходит процедуру общественного обсуждения. Экономика. На 101 ФМ. 60 тысяч субъектов малого предпринимательства попадут в поле зрения Кировстата. Он организует в следующем году сплошное наблюдение за предпринимателями, работающими в этой сфере. Уже сейчас регистраторы проходят представители бизнеса. Они уточняют контактную информацию, раздают конверты с бланками и указаниями по сплошному наблюдению. Представители малого бизнеса должны представить информацию о своей деятельности в органы статистики до 1 апреля следующего года. Полная конфиденциальность гарантируется, отмечает в Кировстате. Подобная перепись уже проводилась по итогам 2010 года. В завершении о курсах валют. Доллар и евро накануне на торгах подешевели. Американская валюта на 27 копеек. Сегодня официальный курс в 64 рубля 39 копеек. Евро потерял 37 копеек и стоит сегодня 69 рублей 24 копейки. Светлана Удильная. Новости экономики в Кирове.